Здорово, воины! Ну что, началось, можно сказать, началось. Началось в Австралии, скоро начнется в Канаде. Канаде следующая страна, где принудительно всем будет вкалывать непонятную высокотехнологическую жидкость. И смело на вопрос, что, можно будет отвечать, укол тебе в плечо. Так, ну ладно. По поводу новостей. Новости следующие. Агутин признал, что быть масоном – это порочит его честь и достоинство. Удивительное признание, с чего я сделаю такой вывод. Он лично этого не говорил, но я делаю вывод из его действий. Потому что он все еще требует удалить мой ролик, где я разобрал все планы масонов, которые выложили в видеоряде. Кто не понимает, о чем я. Смотрим мой ролик. Да, включите свет с разбором Агутина. Итак, он изменил исковые требования. Теперь он не говорит, что я нарушаю авторские права. Потому что я их не нарушаю. Я могу копировать ролик в любом объеме, который необходим для раскрытия замысла. Я имею право на цитирование материала. Поэтому я в соответствии с законом демонстрировал части ролика и объяснял, что за этим стоит. Так вот, я объяснил замысел масонов. Теперь Агутин хочет сделать следующее. Ну, понятно, что он почему-то Google ответчиком. Но самое интересное, что он теперь требует удалить иск, потому что он как бы опровергается. Ну, нужно опровергнуть сведения, содержащие в ролике. Обязать удалить, как порочащие честь и достоинство. Почему он так сделал? Единственное, что я там порочащего его честь и достоинство сделал, это сказал, что ролик масонский. Значит, получается, что Агутин считает, что принадлежность к масонству порочит его или чью-то честь и достоинство. Вот как дожили. Быть масоном отныне позорно. Ну, он даже экспертизу хочет назначать по этому поводу. Вот на сайте Arbiter.ru Все есть. О назначении к судебному разбирательству. Тут еще ролик. Еще старый. Какие тут требования? Признать несовершенствующие действительности и порочащими деловую репутацию и подлежащими удалению сведения, запрещенными к распространению. То есть, планы масонов, которые я озвучиваю, точнее, озвучивают ролик, я лишь разъясняю, каким образом они озвучили, оказывается, должны быть запрещены к распространению территории Российской Федерации. Но упертые, упертые, включите свет. На всех интернет-ресурсах. Ё-моё. Цельнозор.ру Ну, а как я, какое отношение имею к доменному имени Цельнозор.ру? Суд абсолютно правильно послал запрос, потому что Цельнозор.ру это не принадлежащий мне ресурс, и какое я могу иметь право, либо ответственность за то, что отсылочно на этом сайте как-то распространено, потому что там ролики выкладываются на Рамбл, тоже непонятно кем, и уже непонятно кто на сайте Цельнозор.ру делает ссылки на Рамбл. Всё. Вот, ни больше, ни меньше. Юридически я к этим процессам вообще никакого отношения не имею. Как и к телеграм-каналам. Вот тут, наверное, написали. Да, в УК я выложил этот ролик, это моя, ну, соответственно, а у Google-то есть причём. У Google вообще канал удалён. Как можно удалить то, что уже удалено. В общем, окончательно у масонов плывёт крыша. Но они никак не могут никоим образом, вот здесь в протоколе, тоже полный бред, но они не успокоятся, всё ещё не успокоятся, потому что у них план один. Один план подключить всех, и ради этого плана они готовы положить всё и вся, и наплевать на законы, на конституции, на всех.